МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня в выпуске. Опасное соседство. Жители ЖБИ бьют тревогу из-за разгуливающих пациентов противотуберкулезного диспансера. Карагандинским школьникам рассказали об опасности улицы. В городской школе номер 10 состоялся открытый урок. В качестве учителей выступили врачи-травматологи. Увидеть своего сына, который отдает долг родине за сотни километров от дома. Родители карагандинских солдат смогли не просто поговорить со своими детьми, но и увидеть их, что называется, вживую. Опасное соседство. Жители ЖБИ бьют тревогу из-за разгуливающих пациентов противотуберкулезного диспансера. Наши корреспонденты выслушали жалобы людей и пообщались с руководством медучреждения. Жители ЖБИ всерьез обеспокоены соседством с областным противотуберкулезным диспансером. Люди боятся за здоровье своих близких. По их словам, больные социально опасным заболеванием спокойно разгуливают по улицам, посещают парк, детские площадки, магазины, а также пользуются общественным транспортом. Жители ЖБИ уверены, что в попытке покинуть территорию медучреждения больным не становятся преграды, ни забор, ни многочисленная охрана, ни камеры видеонаблюдения. То, что больным туберкулезом требуется изоляция, знают все. Однако местные жители в один голос твердят, что пациенты тубдиспансера спокойно покидают его пределы. Это неправильно, что возле парка находятся тубдиспансеры, и они разгуливают так просто. В том плане, это просто даже тот же самый харчок, он может прилипнуть к обуви. То есть каждый ребенок может... Ну просто это неправильно, я думаю. А то бывают магазины, они ходят, да. Нежелательно бы, конечно, чтобы их отпускали. Нежелательно. Ну когда я здесь бываю, и вижу часто их, они гуляют, ходят. А так я не знаю, как они выходят, а тут там вроде как забор поставили. Ну я не знаю, как они через забор, значит, лезут. Наверное, не знаю. Руководство медучреждения считает, что беспокойство людей без почвены. По словам директора Нояна Бедайбаева, за пределы областного противотуберкулезного диспансера выходят только те пациенты, которые не способны выделять бактерии. Таких 30%. Для подавляющего большинства остальных созданы комфортабельные условия в самом диспансере. Имеются три прогулочные зоны, чтобы носители заболевания могли проводить время вне четырех стен. Также директор диспансера подчеркивает, что больные, способные заразить окружающих, изолированы. Для того, чтобы не соблазнились больные и не покинули стационар, вот благодаря и управлению здравоохранения, и нашему Акимату были выделены дополнительные средства. И мы создали свою службу собственной безопасности, так называемую, где работают ребята, которые физически подготовлены, молодые. И их численность достигает до 40%. Поэтому я думаю, что населению не надо волноваться. И наши больные, во-первых, те, которые поступают в бациллярные, их около 70%, я уже вам говорил как-то, буквально в течение двух недель, получая препараты наши, они обацелируются. То есть уже через день день они безопасны для окружающих. Но Ян Бедайбаев и вовсе поражается реакцией местных жителей. По его словам, люди привыкли замечать только плохое. Между тем, директор диспансера с гордостью заявляет, что за последние пять лет удалось снизить уровень заболеваемости на 36%. А показатель Карагандинской области по сравнению с остальными регионами довольно низок. Тохжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 260 карагандинцев получили финансирование в рамках проекта Бастау. В Карагандинской области проходит четвертый поток обучения начинающих предпринимателей. В региональной палате предпринимателей рассказали о преимуществах проекта. Проект Бастау дает шанс тем, кто желает превратить свое хобби в прибыльное дело. Только в прошлом году в рамках реализации проекта по Карагандинской области прошли обучение около 1300 безработных и самозанятых. 360 выпускников получили финансирование на общую сумму в 1 миллиард 125 миллионов тенге. Участники проекта заявляют, что обучение основам ведения бизнеса позволяет им исполнить давние мечты. Об этом проекте я узнала из интернета. Стать предпринимателем я мечтала с детства. Чтобы воплотить ее в жизни, я обучаюсь основам бизнеса. Обучение проходит очень интересно. Нас научат целеустремленность и логическому мышлению. Я планирую получить сертификат и начать свое дело в Жанаркинском районе. Проект Бастау реализуется в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы. В этом году проектом охвачены все 9 районов области. На сегодняшний день в рамках реализации программы продуктивной занятости и массового предпринимательства ЕМБЕК в Караницкой области запланировано обучение более 2000 безработных и самозанятых людей. На сегодняшний день в Караницкой области обучено более 1400 человек. Из них 300 человек уже реализовали свои проекты. В рамках государственной поддержки безработным и самозанятым людям выдаются микрокредиты под льготный процент, под 6%. Каждый, кто желает открыть свое дело, может обратиться в палату предпринимателя от Амикен. В текущем месяце начнется обучение пятого потока. Оно длится 25 дней. Участникам программы выплачивается стипендия и выдается сертификат. Токжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Отчисления на медицинскую страховку не будут делать 14 категорий граждан, а услуги будут оказываться в три уровня. Подробной информации об условиях участия в системе страхования поделились в карагандинском филиале Фонда социального медицинского страхования. С 1 января 2020 года казахстанцы начнут делать взносы в единый фонд системы страхования. Перечисления составят 4% от среднемесячной заработной платы. Определены 14 категорий граждан, отчисления за которых будет делать государство. Это женщины в декрете, пенсионеры, ветераны, многодетные матери, инвалиды, осужденные лица и другие. Участники системы обязательного медицинского страхования получат полный пакет медицинских услуг, включающий проведение дорогостоящих операций. Помимо этого есть и гарантированный объем услуг, который будет доступен вне зависимости от того, платил человек за страховку или нет. Также с 1 января 2020 года предполагается, что медицинская помощь будет оказываться в три уровня. Первый уровень – это гарантированный объем бесплатной медицинской помощи. То есть это самый необходимый минимальный пакет медицинской помощи, то есть при экстренных, неотложных ситуациях, скорая помощь, санитарная авиация. То есть самая необходимая первая помощь, она будет гарантирована всем и каждому, независимо от участия в системе. То есть неважно, платит ли гражданин взносы или делается за него отчисление, он будет иметь право на этот пакет. И второй пакет, то есть второй уровень – это так называемый пакет ОСМС. То есть это тот объем медицинской помощи, на который будет иметь право застрахованные граждане. То есть это та медицинская помощь, которая улучшает качество жизни граждан. Предусмотрен и третий уровень, который подразумевает оказание медицинских услуг за дополнительную плату. В эту категорию войдут услуги в сфере стоматологии и косметологии. Напомним, практическая работа по внедрению системы страховой медицины началась 1 июля 2017 года. В настоящее время отчисления в фонд делают только работодатели. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинским школьникам рассказали об опасности улицы. В городской школе номер 10 состоялся открытый урок. В качестве учителей выступили сотрудники областного центра травматологии и ортопедии имени профессора Хафиза Макожанова. Врачи рассказали детям о том, как избежать травм, находясь на улице. От получения травм не застрахован никто, будь то взрослый или ребенок. Но именно дети подвержены большей опасности. Ярче всего об этом говорит статистика. Детский врач-травматолог Рахат Пержанов отмечает, что количество травм, полученных детьми в нынешнем году, не меньше, чем в предыдущем. Научить детей безопасно находиться на улице. Такова главная цель всей 10-дневной акции, которую медики намерены провести во всех школах города. Главной целью проводимой акции является предотвращение травмирования детей в результате дорожно-транспортных происшествий. Врачи нашего центра проводят лекции в средних городских школах. Мы хотим объяснить детям о том, как избежать подобных случаев. В ходе лекции дети ознакомились с правилами дорожного движения. Кроме того, врач-травматолог подробно рассказал о том, какие травмы бывают и какую помощь необходимо оказать в первую очередь. Сегодняшняя лекция мне очень понравилась. Я много узнала о травмах, что бывает бытовая, травма, полученная на дорогах, в спортзале. Я советую всем детям соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными. Профилактика детского травматизма – одна из главных задач, которую реализуют учителя и медики. Ежегодно представителями различных организаций проводятся подобные мероприятия. Однако не стоит забывать, что большая ответственность лежит и на плечах родителей. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Увидеть своего сына, который отдает долг родине за сотни километров от дома. Родители карагандинских солдат смогли не просто поговорить со своими детьми, но и увидеть их, что называется, вживую. Юноши, которые служат в разных подразделениях Национальной гвардии, вышли на прямую связь в онлайн-режиме. Мама, папа, здравствуйте. Я служу в войсковой части 66-37. Не волнуйтесь, у меня все хорошо. Я обещаю, что буду служить тесно и вернусь домой. Многие не смогли сдержать слез. Еще бы, не каждый день увидишь своего сына в военной форме в окружении однополчан. И пусть общение происходило лишь через экран, родители солдат срочной службы были только рады увидеть своих сыновей. Среди них жительница караганды Светлана Звонарева. Ее сын Александр проходит службу в Петропавловске, в войсковой части 66-37. Сейчас только была прямая связь с ним, я его увидала. Очень горжусь. И хочу сказать слова благодарности всем, кто организовал эту встречу, это мероприятие. Мы прошлись по воинской части 65-05. Мы увидали казармы, увидали тот же самый санузел. Кровати я потрогала, пощупала, что в столовой были. Я думаю, что мой сын достойно отслужит и вернется домой. И мы его с нетерпением ждем. Пока их сыновья и братья служат, родные молодых людей получили благодарственные письма на родину. Родители благодарили за достойное воспитание и добросовестное исполнение сыновьями воинского долга. Подобные онлайн-встречи с родителями в Национальной гвардии становятся традиционными. И связано это с реализацией государственной программы и поручения главы государства об открытости отечественных вооруженных сил. Используем здесь новые технологии. Вот новый Казахстан, цифровой Казахстан. Понимаете, у нас есть возможность, чтобы их дети уже могли встретиться со своими родителями в прямом эфире. При нашем участии. При нашем участии. То есть, если какие-то вопросы, проблемы могут возникнуть у солдат, они могут прямо в прямом эфире задать эти вопросы нам, руководству войск. Могут задать правоохранительным органам, потому что будут представители военной полиции, акимата города и так далее. То есть, это открытость, прозрачность. И если будут возникать какие-то проблемы, вопросы, мы готовы прямо их на месте решать. Увидеть и пообщаться со своим сыном или братом смогли не все. Но каждый, кто приехал, внимательно выглядывал своего. Те, кому повезло, успевали сказать несколько слов. Передать привет или напомнить, как сильно скучают и ждут. Помимо онлайн-встречи, родителям провели экскурсию по войсковой части 6505. Им показали стандартную казарму, в которой проживают все военнослужащие срочной службы, столовую, где ознакомили с рационом. Показали также вооружение и снаряжение. Офицеры заявляют, что именно в таких условиях служат и карагандинские юноши. Это мероприятие стало завершающим в рамках учебно-методических сборов заместителей командиров подразделений регионального командования Орталык, которые в течение трех дней проходили в Караганде. Андрей Тенжа, Солон Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Ежедневно на патрулирование улиц Караганды выходит порядка 350 сотрудников полка дорожно-патрульной полиции. Основная задача нарядов – охрана общественного порядка, обеспечение дорожной безопасности, также профилактика и пресечение уличных преступлений. С начала учебного года стражи порядка уделяют особое внимание безопасности школьников. Господин полковник, весь состав полка первой смены на инструктаж построен. Количество 120 человек, 24 автопатруля. С начала текущего года личным составом полка дорожно-патрульной полиции раскрыто 327 преступлений. По горящим следам раскрыто 100 преступлений. Выявлено более 50 тысяч административных правонарушений. С недавних пор на вооружении полицейских появились видеожетоны и мобильные видеорегистраторы. Они предназначены для сбора качественной доказательной базы при пресечении правонарушений. Во время несения службы личным составом задействуются по команде ЦОУ на все правонарушения, также различного характера. В вечернее и ночное время суток осуществляем контроль в местах массового скопления людей и в вывеселительных заведениях. Профилактика правонарушений – это особое внимание обращаем на эти правонарушения. Также предупреждение правонарушений. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин